Радио Болткома Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры И ещё раз говорим, добрый день, всем доброе утро Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи учёный, пишущий о науке, журналист, морской геолог Константин Рангс Здравствуйте, Константин Доброе утро Я напоминаю телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 Можно писать на номер 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1 И сегодня действительно хотели поговорить, заглянуть, может быть, в будущее, грядущее Поскольку, как ни странно, вот мы сталкиваемся с прям противоположными прогнозами С одной стороны, население Европы и Латвии, в том числе, даже в первую очередь, стремительно сокращается С другой стороны, всё время идут разговоры о перенаселении планеты и о том, что планета скоро не сможет выдержать такого большого количества людей И не хватит у неё ресурсов, особенно действительно в странах Африки Сейчас происходит бум рождаемости, каким это последствия может привести Вот обо всём, об этом попросим рассказать Константина Рангса Вы знаете, очень интересно то, что как раз разговор о, так скажем, ошибочности ожидания бесконтрольного роста населения планеты Совпало вот как раз с конференцией в Глазго климатической Потому что, надо сказать, что очень многие, так скажем, даже, так скажем, экоактивисты В основном-то люди молодые, пребывают в убеждённости, что будет идти постоянный рост И всё будет, что называется, идти понарастающей Люди надеются на то, что от современной технологии станут много роботов Все эти технологии помогут, так скажем, жить совершенно новой такой светлой жизнью В общем, такой интересный оптимизм в плане развития цивилизации как общности населения А с другой стороны, вот именно то, что это население погубит эту самую природу И поэтому нужно как бы менять стиль жизни Ну, это как бы понятно, в этом есть своя логика Но дело всё в том, что как раз ещё перед вот этой конференцией Уже шли разговоры о том, что, возможно, мы не учитываем гораздо большую опасность Чем вот это вот изменение климата Точнее так, ведь даже если мы сегодня заканчиваем использовать бензин, уголь, газ Вообще все эти виды топлива ископаемого То ничего не остановится Инерция за две сотни лет промышленной революции Уже такая, что будет меняться климат, будет идти вот это глобальное потепление Условно говоря, вы нажали на спусковой крючок пистолета И после этого можете сколько угодно его отпускать Там пуля уже летит Ну вот Всё сработало И вот тут-то как раз возникает следующий вопрос А что будет с самими людьми? Как меняется сама цивилизация? Как меняется само человечество? И выясняется, что оно идёт путём к вымиранию? Вот мы тут сейчас, может быть, сделаем маленькую паузу Потому что действительно разрываются у нас телефонные линии Людей, наверное, очень зацепила эта тема Здравствуйте Доброе утро А у меня немножко более глобальный вопрос Вот сейчас собираются какие-то астероиды сдвигать с орбиты А ведь там в космосе-то всё взаимосвязано И все летают по своим местам А не может так получиться, что вот если они собьют эти два астероида То потом нарушится какое-то равновесие в космосе И наша Земля тоже может сдвинуться куда-то с орбиты И что тогда будет? Я не знаю, может быть, вы не знаете ответа Но вот сам факт, спасибо Спасибо Земля налетит на небесную ось Не, ну надо сказать, что существует такая наука Достаточно хорошо проработанная Называется она небесная механика И эта наука позволяет достаточно чётко рассчитать Вот, например, если вы летите от Земли до Луны И выкинете там, условно говоря, пакет с мусором То с помощью небесной механики, вот механизмов расчёта Вы можете рассчитать, где этот пакет будет пролетать Когда будут там же, где-то в космосе лететь ваши внуки Они смогут лет, допустим, через 50 Пролететь в пространстве Найти, прийти в точку, в которую прилетит Ваш выброшенный мусорный пакет Или, условно говоря, потерянный бумажник Или там гайка, или всё что угодно Это, да И тем более надо сказать, что стреляют по... Система ДАКС будет стрелять по системе из двух астероидов Маленький, диаметром 160 метров Крутится вокруг большого Находятся они где-то в 7 миллионах километрах от Земли И, собственно говоря, задача не сбить их с орбиты А об этом пишут в прессе А по сути дела, вот если зайти на сайт НАСА То там описывается, что задача-то гораздо более скромная Изменить параметры движения маленького астероида вокруг большого И причём всего лишь на доли процента Но эти доли процента можно будет замерить И таким образом произвести расчёт Что космический аппарат такой-то массы С такой-то скоростью врезался вот в такой-то астероид Такой-то массы И это привело вот к такому-такому-то изменению Ну, то есть подтвердить расчёты Уже лабораторным, можно сказать, опытным вариантом Ну, давайте перейдём к катастрофе-то с нами С голубчиками Дело всё в том, что мы действительно Население планеты сейчас растёт И в ближайшие два года Мы должны преодолеть знаковую отметку В 8 миллиардов человек Это очень много И я хочу отметить, что в 60-м году Население Земли, по-моему, в 60-м и 61-м Было 3 миллиарда человек То есть вот можно себе представить интенсивность роста А, например, в начале XIX века что-то около миллиарда было То есть так медленно-медленно росло, а потом взорвалось И вот сейчас этот взрыв приобретает крайне неравномерную характеристику В странах так называемых развитых А это что такое? Это и мы во всей Европе Это США, Канада, Россия Вообще всё постсоветское пространство Это сейчас уже, по сути дела, и Китай Вот, Япония В этих странах наблюдается резкое сокращение рождаемости Одна из главных проблем сокращения рождаемости Это Китай Потому что, как известно, там уже более 40 лет назад Была введена концепция «одна семья, один ребёнок» Попозже запустить Решили двух детей иметь Потом трёх Потому что стало понятно Что когда это поколение Бэби Бума После Второй мировой войны Выйдет на пенсию и начнёт превращаться в стариков Кто будет работать, чтобы обеспечить их существование? Причём там-то речь идёт о десятках и сотнях миллионов человек И вот то, что сейчас происходит, это огромная проблема Но мне кажется, что вообще, когда Китай показывает вот эту тенденцию Что когда страна достигает какого-то определённого экономического развития У неё начинается проблема с рождаемостью То есть аграрные страны, там, где дети являются ресурсом Который помогает, наоборот, выжить семье Которые являются помощниками Они превращаются в лишний род и расходы В семье уже постиндустриальной Поскольку там каждый ребёнок, наоборот, ухудшает твоё экономическое положение Требует дополнительных затрат Ну, прежде всего, нужно учитывать, что это очень Так, у нас, к сожалению, чуть-чуть со связью какая-то проблема Такое бывает Так вот, надо сказать, что это очень ошибочная тенденция Когда говорят о том, что если люди будут жить лучше и богаче У них, значит, детей будет больше Вот, например, в России мы видим Пропытки стимулирования деньгами Да, до определённого периода для кого-то это решение Но это не решение глобальное Потому что мы сейчас видим, о чём идёт речь Мы сейчас видим, что самая большая рождаемость Где? В беднейших странах мира В той же самой Африке И что поразительно Что по всем расчётам Получается, что уже через 30 лет К средине века А очень многие доживут до этого периода Основной прирост людей в мире Это будет в Африке И ближе во второй половине нашего столетия Каждый второй станет африканцем на планете Каждый второй То есть ситуация получается очень интересная И, как сказать, замедление роста населения в Африке Относится уже где-то к 22 веку И что самое интересное, о чём говорят специалисты О том, что вот если Африка начнёт быстро богатеть И, как говорится, развиваться То, может, там наступит вот этот период Основной, скажем, замедления рождаемости Ну, как произошло в других странах Ожидается, что всё-таки Где-то во второй половине 21 века Начнётся замедление рождаемости в Индии И она будет уже выходить на плату А то, что будет твориться в развитых странах Прежде всего от северного пояса От Ванкувера до Владивостока Ну, вот так вот, вокруг Это всё и Европа, и Россия, постсоветская территория Вот, и надо, да Вот тут-то будет очень большая проблема Потому что, например, расчёты ООН Например, в отношении Латвии Крайне неутешительны Они предполагают, что к концу этого столетия Латвия может сжаться примерно до миллиона 150 тысяч человек Да И даже сейчас у нас очень нехорошие цифры У нас, между тем, вот очень долго прозванивается Человек, здравствуйте Говорите, пожалуйста, вы в эфире Так долго человек звонил И... Ладно, хорошо Извините Ну вот, так вот, о чём идёт речь Сейчас ещё раз У нас очень интересные проценты населения Население до 25 лет Это как бы вот люди, которые в наше время набирают старт в жизни Да Раньше это считалось уже 17-18 Вы вырос, что называется А сейчас 25, это вот ещё молодой человек Так вот, до 25 людей До 25 лет У нас меньше народонаселения Примерно 25 с лишним процентов Меньше населения, чем людей старше 60 лет Это ещё одна четверть То есть у нас уже, грубо говоря, людей старше 60 лет Стало больше, пока немного Но уже больше, чем молодёжь, так скажем Дети молодёжь и юношества Ну, и юношества до 25 лет И половина населения, только половина населения Это те, кто находятся в самом активном возрасте С 25 лет до 60 И вот эта кривая Вот эта диспропорция Судя по всему, будет продолжать расти Всё больше и больше будет становиться пенсионеров И всё меньше будет становиться активно работающих людей И всё меньше будет становиться молодёжи И дальше возникает вопрос А кто будет зарабатывать деньги Чтобы содержать вот эту самую огромную армию пенсионеров Просто для них денег уже нет Я напомню, что до сих пор существовала Так называемая система социальной солидарности Которую, насколько я помню Разработали ещё времена Бисмарка в Германии Когда молодое поколение платит за стариков Но тогда продолжительность жизни была еле-еле выше 60 лет Считалось, что человек работает После этого лет 5 отдохнул И отправился прямиком на своё местное кладбище Но надо заметить, что в то время и люди относились к своей жизни К ценности своей жизни совершенно не так, как сегодня Если посмотреть, например, данные опросов Или, например, даже почитать литературу письма людей Которые писали вот тогда 130-140 лет назад Образованнейшие люди Но тем не менее Для них как бы физическая смерть Всё-таки не была концом всего Можно сказать Это были религиозные вопросы Та или иная степень веры Но тем не менее Как бы люди к этому относились Гораздо более спокойно и естественно Чем, например, сегодня Сегодня в эпоху тотального атеизма Получается, что люди всеми силами Стараются удержаться в живых Хотя, например, опять-таки 140 лет тому назад Существовало понятие Пришёл Богом отмеренный срок Казалось бы, какое это имеет значение Но это имеет значение Потому что в обществе, где люди хотят жить очень долго Естественно, увеличивается количество вот тех людей Которые не могут существовать без внешней помощи И об этом тоже говорили специалисты Но говорить об этом широко публике Совершенно нет никакой возможности Потому что люди в любом возрасте голосуют И вы можете себе представить Что случится с политиком Который сейчас возьмёт И прямо так откровенно заявит о том Что нечего тут Зажились, пожалуйста Что с ним будет на ближайших выборах? Но действительно Это ведь становится проблемой Если мы говорим о голосовании Потому что эта часть общества Вот я имею ввиду людей, которые вышли на пенсию И пожилые Они ультраконсервативные И не склонны никаким переменам Ну действительно В своей, если общей массе И если это число начнёт расти То, очевидно, политикам придётся принимать во внимание Эту часть электората И не станет ли Ну вообще человечество Более консервативным В попытках предпринимать Какие-то шаги Какие-то изменения Производить в обществе То есть оно Ну имеет угрозу Законсервироваться Закостенеть Оно уже консервируется Я просто хочу сказать Что нужно понять Одну тоже интересную вещь О том, что Вот, например Сейчас прошла Вот эта конференция По изменению климата Прошла она Про это все Европейские средства Массовой информации С той или иной степенью Радостности Такой эмоции Рассказывают И если говорят о проблемах То в основном Говорят о проблемах Которые связаны с тем Что вот Не приехал Путин На конференцию Не приехал Борозу Не приехал Этот самый Си Цзиньпинь Вот проблема Вот, как говорится Почему они не приехали А то было бы Еще совсем все лучше Да Но если посмотреть Местные новости Про той же Европе То мы видим Что, например Сейчас идут Стачки в скопье Босния-Герцеговина Где шахтеры Выступают Против сокращения Добычи угля Казалось бы Добыча угля Это Мало того, что Грязное дело Так это еще и Смертельно опасная Работа Извините меня Гибнут Шахтеры По всему миру Это как бы Неизбежность профессии Но Тем не менее Тем не менее Они остаются Потому что Сложилась За последние Полторы сотни лет Система такая Что растут Уже поколениями Люди Которые никак Себя иначе Как шахтерами Не мыслят Но может быть Они и хотели бы Стать Другими И заниматься Чем-то более Приятным для жизни Но дело все в том Что сформировалась Инфраструктура Вот как например Сейчас это самое Несчастье На Кузбассе Там же спрашивают Людей И кстати Очень правильно Спрашивают А в вашем регионе Есть еще чем Заниматься Кроме того Как копать уголек Куда пойти Если допустим Закрыть эти шахты Вот это Важнейший Такой Возникает вопрос Поляки Выступали Польские шахтеры То есть Казалось бы Вот мы сейчас Закроем Это опасное И вредное Производство А там люди Заявляют Что они не хотят Чтоб его закрывали И вот это тоже Очень важный момент О том что Да Сейчас Складывается Такая ситуация Что если Процесс Старения Населения И его Замедление Роста И сокращение Будет Увеличиваться То Многие Так скажем Прогрессивные Начинания Просто Не на что Будет делать Потому что Будет стоять Вопрос о том Что Нужно будет Делить пирог И прежде всего Нужно будет Выделить Пирог На социальные Нужды Нужды Здравоохранения Социального Обеспечения И прочее И об этом Что же нужно Говорить О том что Ребята Откуда мы Будем брать Деньги На наше Прекрасное Романтичное Светлое Будущее Попробуем Еще раз Принять звонок Здравствуйте Здравствуйте Наконец-то Я дозвонился Костя молодец Все правильно Говоришь Я хочу сказать Вот эта зеленая Энергия О ней Хочу сказать Я категорически Против Принуждать Людей Переходить На электроавтомобили Которые Очень дороги Тем более Аккумулятор Три года И все И опять Надо покупать Он дорогой И печное Отопление Хотят запретить Да Это вообще Что это за Маразин Короче Костю Надо в премьеры Нашей страны Спасибо Да Ты понимаешь Комментарий Ну-ка Константин Как Отреагируете Прокомментируете А что сделает Премьер Нашей страны Вот это Интересный вопрос Тут как раз Я бы Обратил бы Внимание У нас Вроде бы Есть депутаты В Европарламенте Они конечно Могли бы Выступить С неприятными Вопросами Да Но Наверное Как говорится Там у них Другая повестка Более романтичная Но Я хочу Как бы Отметить Что Итак мы имеем Следующий процесс Население Будет стареть Особенно В Европе И в Латвии В первых Рядах По старению При этом Продолжительность Жизни Средняя Продолжительность Жизни Будет расти Это очень важный момент Люди Все больше И больше Склонны Вести Здоровый Образ жизни И понимают Что Если Так скажем Наплевательски Относиться К своему здоровью То Как говорится Никакие таблетки Тебе не помогут Мало того Сейчас Показала Эта Пандемия Что Не помогут Они Вот это Как говорится Усиленные Занятия И тренировки Не помогают Особо При Для Так скажем Борьбы С вирусом Тут уже Вопрос Генетический Поскольку Никто Толком Не знает Какая У него Генетика Еще Как бы Это не стало У нас Регулярным Анализом То Отсюда Возникает Очень серьезный Вопрос О том Что Нужно Каким-то Образом Налаживать Свою Жизнь Чтобы Она была Более Устойчива Вот Сейчас Не случайно Говорят Повышился Спрос На Загородную Недвижимость То есть Мы хотим Как бы В известной Мере Атомизироваться Не все Конечно Но Есть очень Большой Процент Но Опять Мы возвращаемся К одному И тому О том Что у нас Уже все Меньше И меньше Людей Которые Будут Работать И что-то Производить Разговоры О том Что Что мы Будем делать С пенсионерами Или людьми Так скажем Раннего Пенсионного Возраста 60 плюс Ну там На начало 70 лет Это же должна быть Целая программа Как И куда Приспосабливать Этих людей Вот например Опять же Хочу сказать Что Я в Финляндии Разговаривал С специалистами Которые Говорили О том Что Да Люди В 60 лет Сейчас Это не то Что было Хотя бы Даже полвека Тому назад Сейчас И 60-летние Мужчины Или женщины Они выглядят Как примерно 45-летние Люди Вот эти Полвека назад Даже Внешне А если взять 100-150 А если взять Еще 100-200 Лет назад Там же По-моему Во времена Пушкина Писали Вошел 50-летний Старик Там в комнату Вошел 50-летний Старик Разумеется То есть Надо сказать Я уж не говорю Про людей Дворянского Круга Если мы возьмем Людей Которые Назывались Рабочие Да Но это Понимаете Срок-то был Очень четко Назначен Выгодно До 60-ти лет До получения Пенсии В те годы В 19-м веке Это еще надо было Уметь дожить Если ты Как говорится Был именно Работником Поэтому Сейчас Это совершенно Другие люди И вот Мне как говорится 61 год С копейками Да Я понимаю Что в принципе Да Пенсия Это очень хорошо Но можно было бы Еще работать Другое дело Возникает Сейчас очень Интересный вопрос Например Где Можно Учиться Потому что Вот как раз Люди 60 Старше А то даже Возьмем 55 Это люди Которые Которые Например Ко многим Профессиям Сейчас Не очень Подходят Да Вот Они у них Конечно Ограничены И физические Возможности Вот Но Как раз Например В плане Каких-то Дополнительных Например Работы Руками Очень Многие Например Как раз Только К концу Своей Карьеры Особенно Возьмем Людей Которые Специализируются На мелком Точнее Имею ввиду На мелком По размеру Ремонте Мне В свое Время Довелось Пообщаться С одним Часовщиком Которому Было 80 лет И который Говорил Что Конечно Глаза У него Сдают Но Понимание Своей Работы И умения Навыки Он Где-то Только После Пятидеся Опыта И вот Это очень Важный Момент Если Мы Говорим О том Что Нам Нужно Чтобы Люди Работали Что-то Производили Общественное Благо То В этом Случае Мы Должны Уже Сейчас Говорить Не только О дорожках А мы Должны Говорить О том Как Будем Учить Людей А Как Учить Людей На Каком Языке Мы Будем Учить Людей Понимаете Это Все-таки Очно То есть Об этом Нужно Нужно Говорить Я понимаю Что Нету Какого-то Решения Для каждой Страны Которая Как волшебного Зайца Из шляпы Достали Фокусники Да нету Такого Решения Но об этом Хотя бы Можно поговорить Понять Какие Пожелания Есть у Людей Кто Сейчас Из того Самых Премьер Министров Знает Сколько Например У нас Людей В возрасте От 60 до 70 Лет Были бы Хотели бы Работать Что бы Они могли Делать Сейчас И чему Бы хотели Научиться Вот Хотелось бы Просто-напросто Узнать Может быть Социологи Нам что-нибудь Могут Объяснить Или это Их мало Интересует Потому что Сами же Знаем Мы Что Надо уметь Правильно Задать Вопросы Правильным Людям Поэтому Снимация Крайне Ну Неприятная Сейчас И об этом Начинают Говорить И хорошо Что об этом Говорят Но весь вопрос О том Что говорить Об этой ситуации Это конечно Можно Но нужно И принимать Какие-то Серьезные Решения Мы находимся В очень Неприятном Положении Вот И Одна Из проблем Заключается В том Что Желая Как бы В течение Ближайших Десяти лет Вот как Было назначено 2030 год Обозначить Вот Какий-то Рывок В зеленом Направлении Мы можем Собственно Говоря Забыть Мягко Говоря Вот этих Самых Огромную Слой Людей Которые Ко всему Этому Не готовы И с ними Об этом Никто Толком Не говорил И их Мнение Не изучал Поэтому Я в общем-то Считаю Что Мы сейчас Должны Об этом Говорить Не стесняться Говорить о том Что это нам Нужно Вот И прежде всего Как раз Обращаюсь К людям Которым За 50 И которым Уже 60 И вот И тем У кого Родители Такого Возраста Потому что Мы действительно Должны Понимать Что если Мы сами Не будем Как бы Готовиться К этим Переходам То мы Вполне Можем Оказаться У разбитого Коры Ну на самом Деле Ведь это Явление Эйджизм С которым Сталкиваются Люди После 50 Лет Когда им Очень тяжело Найти Если они Меняют работу Или вынуждены Сменить работу Устроиться Становится Все сложнее Потому что Работодатели Не хотят Их брать Считают Что они Действительно Физически Уже Не такие Крепкие Не такие Гибкие Как молодые люди Не восприимчивы К обучению Не В тренде Последних Каких-то Технических Новинок И вот это В принципе Люди Которые еще могли бы Приносить В пользу В пользу Общества Оказываются На обочине Лишние люди Вот тут И получается Куча всевозможных Противоречий С одной стороны Говорят о том Что Мы тут все Для блага человека Мы должны Спасать Природу Климат Чтобы люди Могли Там Выжить Потому что Иначе Им будет жить Плохо Это понятно А с другой С другой стороны Не совсем Понятно О том Что А что Вы будете Делать С этими Сотнями Миллионов Людей Которые Привыкли Жить Так Как они Жили До этого Куда Вы их Денете Я сейчас Постоянно Читаю Переписываюсь Со специалистами Я читаю То что Пишут По поводу Экологии По поводу Внедрения Решений Глазга В жизнь И Меня поражает Такая вещь Когда Молодые Люди Обсуждают Как это все Будет хорошо Но они Почему-то Не очень Задаются Вопросами Социальными Точнее Социальные Вопросы Они как бы Знают Что они Есть Но это Как бы Типа Рассосется Само По себе И при этом Как бы Не учитывается Тот момент Что Ладно Вам как бы Хочется Больше Демократии Но с другой Стороны Вы должны Понимать Что больше Демократии Означает Что в Конечном Итоге Если вы Загоните Вот этих Самых Людей Старшего Возраста Сеньоров В угол Не надо Забывать Что у людей Старшего Поколения Очень Многих Опыт Выживания И борьбы Может быть Гораздо Поболее Чем у Так называемой Сегодняшней Молодежи Которая Да простит Она Это меня Это молодежь Все таки Привыкли Жить В условиях Мягкого Такого В мягких Условиях И болевой Порог у них Чрезвычайно Низкий Да Как это Словечко Недолайканный Сейчас появилось Очень популярное Между тем Действительно Мы видим То что Это Количество Людей Растет Пожилых И Вот Может быть Мне кажется Наш Слушатель Который Звонил До этого Является Тоже Таким Типичным Представителем Нежелающих Меняться То есть Почему Меня должны Лишить Спечного Отопления Почему Меня хотят Заставить Съездить На электромобиле Который мне Не по карману И В принципе Конечно Это немножко Напоминает Вот если нет хлеба Пусть едят пирожные Когда Так говорят Ну Пересаживайтесь На электромобиле Ну вот Отказывайтесь От печного Отопления Ну Кстати С печным Отоплением Тоже Никакой Логики Нету Потому что Печное Отопление Если топить Дровами То дрова Это как бы Возобновляемый Ресурс Углекислый Газ Сколько Видите Полено Если его не сжечь А просто бросить Оно сгниет И все равно Распадется На составные части И эти составные части Будут углекислый Газ И метан Понимаете То есть Природу Обмануть Нельзя Вот в чем дело А мы всем пытаемся Это сделать Поэтому Это полено Можно сжечь Уголь Да Согласен Давайте Не будем Сжигать Уголь Давайте В печке Не будем Сжигать Допустим Газ Но Тогда Дерево Можно сжигать Или Пилеты Вот эти Самые Бесконечные Куда Эти опилки Девать Ведь Самое страшное Опилки Которые Гниют Опять Таки Выделяют Углекислый Газ И В атмосферу И Метан То есть Когда Принимаются Какие-то Решения Такие Вперед То нужно Всяком случае Подумать А какая Альтернатива Потому что Вот этот Запрет На печное Отопление Она может быть Совершенно Подозрительная И если Вы считаете Что оно Правильное То хотя бы Подробно Объясните Логику Своих Поступков А ведь Зачастую Это типа Вот Как сказали Пресловутые Эти британские Ученые Это Вредно Это Подозрительно Вот что Это Поэтому Я думаю Что У нас Нас Впереди Ждет Очень много Чудес Ну что же Вот на этой Оптимистичной Ноте Мы сегодня И завершим Сегодняшнюю программу Климат-контроль Константин Дранкс Ученый Журналист С нами был на прямой связи Спасибо большое Константин И до следующей пятницы Мы знаем Вы слушаете Субтитры Продолжение следует...